Продолжаем пресс-конференцию Продолжение следует... Продолжение следует... С одной стороны начали более компактно играть, с другой стороны не смогли создать каких-то реальных моментов. В первом тайме было несколько состандартов, которые могли завершиться голом. А так, по большому счету, бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть. Спасибо, вижу три руки. Первая, по-моему, была у журналиста из Италии. Продолжение следует... Продолжение следует... С результатом нашим или с Финляндии? С Финляндии. Никакого давления нету. Мы в турнире. Есть первый матч, который мы, к нашему сожалению, не сыграли так, как планировали. Еще раз повторяю, хотели лучше как и по результату, и по содержанию игры. Но не удалось нам. Поэтому ждем Афинов. 16-го будет матч, который многое для нас решает. Потом в Дании турнир одним матчем не заканчивается в группе. Поэтому мы будем максимально делать для того, чтобы выиграть у Афинов. Спасибо. Теперь российский журналист Андрей Панков. Пожалуйста, чемпионат. Александр Славович, добрый вечер. Ну, просто по замене обратно Черышева. Почему решили именно ее произвести? Это фактически какие-то вещи? Или он просто не попал в игру? Ну, с одной стороны, не попал в игру. С другой стороны, нам надо было менять систему. И в этой системе, как вы видели, мы его поставили под Дзюбой. Что для него все-таки непривычно. Поэтому дали ему немножко освоиться. Когда увидели, что не так у нас получается. Естественно, выпустили Миранчука, который вчера мы с ним разговаривали. Он знал об этом, что он будет задействован в игре. Он хорошо вышел. И нам принес пользу. Другое дело, что, к сожалению, там один штрафной. И момент, который, ну, было бы неплохо, если бы он забил. Спасибо. Станислав Шуб, from Germany. If I right understand, please. Какое у вас мнение к тому, что ваши игроки решили не стоять на коленах как символ против расизма? И была ли какая-то коммуникация до игры? Я плохо расслышал. Что вы говорите? Меня слышно сейчас? Говорите, говорите. Какое у вас мнение о том, что ваши игроки решили не стоять на коленах как символ против расизма? Или были ли до игры, была бы какая-то коммуникация к этой теме? Со мной никакой коммуникации не было. Значит, у вас, в принципе, мнение к тому не было, что болельщики все сели против берегистов, потому что они встали на коленах как символ против расизма? Ну, и это вопрос к футболу не относится. Если есть вопрос к игре, задайте мне, пожалуйста. Спасибо. Александр Дорский, пожалуйста. Можно спрашивать? Да, да, я надеюсь, что меня слышно. Тут со звуком просто непонятность. Да, да. Станислав Саламыч, вас не видно, но я слышал. Да, Станислав Саламыч, сегодня схема, которую Россия выбрала в первом тайме, она всех удивила, потому что так не играли в товарищеских матчах. Почему приняли решение сыграть именно так? И позиции Зобнина и Кузяева были продиктованы тем, что они просто самые объемные у нас полузащитники, которые могли закрывать подключение Кастания и Азары? Ну, в какой-то степени вы правы, но есть ответ, который пока я вам дать не хочу. Спасибо. У нас турнир продолжается, и мы делаем свою, как говорится, работу. Выбрали эту систему. Она с одной стороны работала, но мы пропустили гол, как это сказать, с ничего. Поэтому начало ломаться, потому что бельгийцы уже в этом плане повели 1-0, и потом сложно у них отобрать мяч. Спасибо. Так, Дима Сухинин, пожалуйста, вам открыл доступ. Ну, мне их не видно, и мне так некомфортно как-то. Я разговариваю, не знаю с кем, поэтому... Дима, давай, спрашивай, пожалуйста, да. Ну, это нечестно. Вы меня видите, а я вас нет. Мы напомним о себе на тренировках. Станислав Саламович, вы сказали, что игроки немного морально после пропущенного гола подсели. У вас есть объяснение, почему они подсели, почему потеряли так силу духа? И я так понимаю, вы эту силу духу возвращали сейчас в раздевалки, да? Ну, это мы уже в перерыве сделали раз. Во-вторых, ну, когда гол возникает из ничего, наверное, все равно какое-то маленькое, как это сказать, расстройство было. Ну, будем исправлять ситуацию. Сами попали в нее, будем из нее выходить. Спасибо. Не вижу больше рук. Коллеги, кто еще слушает нас, видит нас, пожалуйста, поднимайте руки, и еще пару-тройку вопросов можем ответить, если они есть. Нет вопросов больше? Тогда все, всем спасибо. Все, спасибо. До новых встреч, спасибо. Днем 16-го. Спасибо. Продолжение следует...